Большая такая, спортрейшка. Ну а что вы не устраивали? Не знаю. Не знаю. Что, их всех не устраивали? Не знаю. Ну там один раз камешек трещина. Не знаю. Мужчины странные. Железяка не готова отвалиться. Ну вот Дима не готов отвалиться. Железяка. Ну правильно. По машинам. Не, ну конечно приятно. Ну жалко. Лучше миллионную квартиру добавить. Ну Петровичу это не надо. Ну да. Так, что мы там встали? Встали. 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 Может как-то девочка с меня пришла. Она у нас теперь кусалась на пятницу. В Горькино. Она у меня на больничную. В больничную встали. 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 Встал. Я говорю, А чего ты? Встали. А что ты? Встали. Встали. Ты понимаешь, у меня за день приходит 15 человек, это консультативный прием, в роддоме у нее за смену рожает 20 человек, а в кухне приходит на консультацию, она не знает амбулаторной коцентрии, ты амбулаторная коцентрия, ты не стационарная, не хирургическая. Такие смешные, вынос мозга я называю, пришла сегодня, я прямо к тебе ее отправила, она к тебе придет, не готовься, гребать. Знаешь, не факт, что она будет два мозги мне выносить, они одним выносят, другим не выносят. Ой, ну спасите меня, меня все зудит, все зудит, вот видите, я вот тот пациент чесала, вот тот раздвигает, мне там все показывает, взяли мазок, там какие-то повышенные, я говорю, ну что, надо брать еще, выносить, всего три пациенты, надо взять, надо беспрекосновно, две тысячи. Она начинает, ну сделайте что-нибудь, я говорю, вот мы сейчас взяли, я вам распишу все в лечении, а это сколько стоит, я говорю, с инсульт, блин, ооо, как дорого. По ДМС, что ли? Да, да, да. Что, пассир из Икеи? Ну, типа, да, вот, да, прям четко. Я говорю, ну, вы понимаете, мы же не знаем, от чего вас лечим, а это уберет и зуд, и то, и все, и пятый, и десятый, антикистабинный. Я говорю, вот, вот это, вот это, вот это, я говорю, пока мы не знаем, а вдруг аллергическая реакция, там, на пищевый продукт. Она такая, ой, а можно диазолин? Она мне говорит, я говорю, какой диазолин? Я говорю, ну вот один стоит 54 рубля, я говорю, последнее поколение сонливости, какой диазолин? Я говорю, ну и вообще, я говорю, на кой в экономиста я никак не могу понять, знаешь, какую-то вот ахинейку. Ага. Я говорю, вы вот так и сразу спасите меня таблеткой диазолина. Ага. И свечой, и за 3 копейки. Вот, извините, так не бывает, и без нас в обследовании. Сидите. Либо спасите, либо экономит. Я говорю, вот у меня любимый мужчина, он живет в другой стране, мы встречаемся раз в 3 месяца. Ну, мне хочется сказать, что нормальный мужчина, там, в 30 лет, будет раз в 3 месяца жить, только с вами не могу жить. А, да, да, кстати. Я говорю, вы как вообще? Не в себе? Ну да, я говорю, я не знаю, но есть вот большая любовь, ну да, я когда была молодая, была такой, меня ждали, и по поводу, вот это я знаю. Но сейчас я что-то себе представляю в наше время. Я вот как с ним, у меня вот с вами все чешли. А, ну! Нет, так она там обследовалась уже в 552, в 7 местах, ну все сдавалась, все есть, да, 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 да. Спасите меня. Ничего нет? Ой, есть у меня одна такая, уходит. Ты же ее направила. Кто? А, ну да. Высокая такая, худая, с длинными волосами. Работает по атмосферу, так что же. Все прошло. Да? Ну вот я говорю, достаточно ничего. Точно. Придет к тебе и боле, у меня все болит. Да, ничего не помогает, да. Вот у меня все выходные, вот у нас была последняя встреча, мы все выходные с кроватью вылезали. Вот у меня теперь слева все болит. Я говорю, конечно, у нас на 13-14 день ампуляция, мы не вылезали. Ампуляторный синдром. Чуку я чувствую, отместо этого ампуляция. Нет, ну вы уверены? Ну вот почему-то раньше, вот у меня был партнер, я с ним 5 лет. Я говорю, раньше вам было 18 лет. У вас еще не картинка была ампуляция. А сейчас 20. 29. Или 27. В общем, тут мы с Монда просто заслужили. Вот она ебет их и ебет эти маски. Я уже не знала, когда их было. Так что ее нужно. Она придет. Я сегодня с 16.30 приняла 4 раза человек. Нормально. Нормально, да? Нормально. Какой левый? Глаза в кучу. Еще мне звонит Михеева, типа, ой, Ира, помнишь, мы с тобой лежали там в КГБ? Ты говорила, что можешь выйти в больничный. Какая Ира? Где мы лежали вообще? Нет. Я общественно-то помню. А, ну что, я движусь не по городку? Нет. Она мне на мобильнице. Но я с ними лежала, я ей так рассказала. Да, она пришла. Да, она пришла, но она все равно в Ягруте придется прийти и все равно. Ну да. Ну второй раз. И первый раз прийти, и второй раз прийти. Его точно надо прийти. Ну, конечно. У нас внутри шлета. Пять тысяч летаешь в город. Ну, я не знаю. У нее 34 года. У нее первая беременность. Знаешь, она лежала три раза с угрозой. Нет, ну конечно. Мне кажется, когда больничные, это как раз у нее все лучше. Не-не-не, я всегда должен. Я их сразу прийти к Плэмбе и право на родителей, чтобы госпитализироваться. Так, Ира, я что хотела сказать? Я почему бы тебя не лихила в старую форму? Я хотела бы сказать твой эндометр. А ты тогда пошла к Егушевской, и вы посмотрели, что была овуляция. А мне нужно увидеть твой эндометр, Ира. Он был тонкий. Она сказала 11 миллиметров. 11 миллиметров? А, это хороший эндометр. Да, она мне тоже не задала. А, ну это хорошо, что она в странах. Да, ну это хорошо,دة начнут пузырку. А ты его пересдал керамограммку? Нет, что они? Да нетhap5. А что? И что она сделала? Нет. А что делать? А что делает он? А, то, что они тоже все, пойдут встраховать, что ли? Нет, с работой что делать? не знаю, а что делать. Ну, он ходит на самоседовую. Ну, да. Ну, чего он украл? А, ничего, что, зарплаты у всех белые. Ну, почему? У всех белые. Зарплаты украли. Тут консультант Плюс его брали. Там еще какую-то херню его брали. Зарплаты украли. А вот там 50%? Нет, зарплаты 100 тысяч. Я, из принципа, не согласна, что он украл. Ну, Ир, пока что-то. Ну, что, пока. Ты не могу сидеть у тебя на шее, что ли? Ну, он, во-первых, должен им сейчас 70% платить. В процент. Ничего. В том, что у него пристел на машину. А, да, еще не кажется. Ну, пыталась твое заявление, там, не шелок мне. Ну, ничего. А ничего, они время тянут, они какую-то херню начали. Вы нам пришли, эти что, вот, третья сторона ознакомленная с делом. Ну, короче, вот, знаешь, вот какую-то просто херню прислали. Ну, он отправил, не знаю, что ли. А если не работает? А если он не работает? Он не должен платить. Ну, что это делать? Потому что у него есть соглашение, по которому он должен платить только если он работает. Вот этот закон, что ты должен платить посредним, он на него не разрешен, не нравится. Да, он не может прийти, и вот наши, да, закрыть его на две недели, что он не работает, а платить он все равно должен, как вот обычно, да? Да, он не должен. Что это не видно? А, а другие. А 70? Потому что не было, что ли? Да, потому что не было. Ну, сейчас все серые полицы. Ну, там почему, а то он нашел, есть, типа, места такие, да? Ну, они там, что-то же, не знаю, позовут, а не позовут. Ну, у нас что-то там, что-то антискутки нашли. Ну, там всякий шоколад, ну, что-то. А проценты тоже будут? Все облагаются. А тут, да, и премия, вот все, что есть, все облагаются. Еще такой прекрасный шоколад. Ну, как-то это, конечно, почтительно, но как-то отдельно видно. Он не собирался разобраться. Ну, что такое? Ну, что такое? Да. Ну, что такое? Ну, что такое? Ну, когда здесь можно искать работу? Ну, что он там еще? Собеседник? Ну, он какой-то собеседник, да. Каждый день по нескольку? Ну, практически каждый день, да. У нас прям тут собеседник есть. Найдешь еще меня. У тебя каждый вечер разобраться? Ну, да. Ну, во-первых, я же работаю не утра до вечера. То есть я там и год следить, что-то делаю. Ваши 데и вюджет. Ну, еще. Хорошо. Ты приходишь сюда тут? Ну, конечно, вот, да. У них уже было такое. Ну, в портере там, наверное, не будет. Ну, может, кто-то поможет? Ну, дальше будет вся глава общая. Ну, естественно так. А то есть на его работе вообще не было вариантов работать и ходить на собеседование? Ну, не все, давай себе поработаем так Там, понимаешь, вот он при мне звонит, да? У него там не спрашивают, там, когда вы можете Собеседование, типа, завтра там в 11, все Вот, у него это есть, это как полуция в телефоне Запись серфанков, да, он потом там, ну, включает, прокручивает, да? Что он там куда-то звонит, все Ну, то есть там особо не спрашивают, когда вы можете там Вот завтра в 11 вас устроит? Устроит, хорошо, и послезавтра в 11, да? Да, да, да И все работают до 6, понимаешь? Устроит Здесь он раунд Еще фактически едет цикл Угу Я не делала сначала, а потом тут же как сделала первый цикл, я не делала сначала, а потом тут же как она не делала! Субтитры сделал DimaTorzok